всем привет дорогие друзьями зовут дмитрий мы здесь за вы продолжаем немножечко играть в калибр посмотрим сегодня на баги с тобой посмотрим с тобой на баги в пвп да пойдемте посмотрим на баги в пвп задание бы надо повыполнять восстановить здоровье надо ликвидирует противник выстрелом в голову и реанимировать союзника неплохо конечно очень много награду дают плюс 2000 то есть по 5000 15 тысяч я могу здесь собрать очень очень неплохо ладно пойдем посмотрим что у нас там не премиум на 8 дней к сожалению он сгорит он сгорит таки игру в игру играю очень очень мало потому что ну была бы она с видом от первого лица я бы поиграл ребят была бы она с видом от первого лица но она же с видом от третьего лица из-за этого мне играть в нее мы честно говоря не так охота потому что ну вид от третьего лица он читерный когда ты стоишь за стенкой да ну все знают ты стоишь за стенкой ты видишь то что происходит сбоку при этом тебя никто не видит вот но в ноябре будет глобальное обновление в игре вообще там все переделывать будут навыки все ресурсы вот эти все дурацкие будут убирать с помощью которых сейчас качаются оперативники вот этих вот ресурсы всяких бочек всяких материалов вот это все будут убирать и будут делать прокачку видим как world of tanks мне почему-то кажется и там в ноябре ведут новый ребят режим новый режим я надеюсь то что как раз таки новый режим это и будет с видом от первого лица потому что это будет если не с видом от первого лица то это будет файл там какой то ли новый режим то ли новую карту я уж не помню вам новый режим там будет ну есть конечно же ведут режим от первого лица конечно же я буду эту игру играть какой бы там режим не был я просто буду в него играть потому что в эту игру надо играть с видом от первого лица потому что это шутер а не детская аркадка это мое личное мнение конечно моем не мнение с фанатами данной игры конечно я понимаю что не совпадает потому что есть люди которые здесь защищают игру и говорят про то что вид от третьего лица он уникален здесь и не нужно никакой вид от первого лица нужно с видом от третьего лица типу вы что это уникальность уникальность данной игры чем уникальность непонятно ладно давайте поиграем давайте посмотрим что у нас будет микола кстати говоря против баги по сути одни один тот же оперативник да но баги получше будет как я лично считаю миколы не знаю у него до сундучок есть но он кидает его под себя можешь сказать этот сундук он не может его далеко кинуть а баги допустим может кинуть далеко и в этом плане если убирать баги любни кол я конечно выберу баги потому что баги но у баги только минус том что у него перезарядка скилла долго и все на так он даже по оружию лучше как по мне потому что ну дробай хотя дробовики у микола я помню я играл у меня даже есть серии где микола с дробовика с 500 метров мне в голову хэдшоты вешал да ребят было и такое было и такое вот сожалению с видом от третьего лица конечно не так прикольно в эту игру играть но мы покатаем карточку карточку 2 сыграем вот смотри но так вот я встану вот так вот я все вижу как бы да облизываем стены как это называется здесь в игре облизывание стен сейчас ребята которые играют в противоположном они они сейчас тоже облизывают стены то есть от могу убежать чист гипотетически вот за этим углом кто-то может стоять от третьего лица может только здесь я не знаю в пве играть арчер да арчер по моему это очередной дисбалансный оперативник в том плане то что он с одного выстрела можете убить то есть все противники там не могут убить основного выстрела они там накида на тебя эффекты накладывают арчер может а арчер может от еще стреляешь а ты авангард господи убегай нахер дай бог тебе здоровья но стоит видите за стенкой и наблюдает думать чем за стенка стоит вот наш это внимание вот этот медик он сон смотрит он увидите смотрит он смотрит он смотрит он смотрит видите ахахаха детская игра ребят я понимаю сейчас фанаты этой игры меня обосрут там ты чё как детская ребят ну это хуйня детская честно ты куда ты зачем ты сдох какая какой этот у него был смысл я не понял ну ладно детская детская ребят свитого третьего лица это детская но поиграть можно как играть можно плюс это игра конечно том что она мало требует ну плане система она не требовательна сравнение с другими играми он мы просто будем стоять и смотреть вот так я засеку выдали а где у нас то видите кто скажет я это не помогло да не помогло но смысл то что я видел вот а против нас кто играет в очередной раз читая сомневаюсь что там 29 уровне против нас играют сейчас увидим нашел медика сейчас увидим кто против нас авангард и этого понятно я вышел на авангард даже да получается и там где-то медик стоит лишь к углу подходит так так вид за угол заглядывает сразу а я не могу ребят над этой игрой конечно я надеюсь то что разработчики все-таки ведут режим от первого лица мне очень понравилось в эту игру играть от первого лица очень но так что пойдем с кем пойдем с пацанами я думаю с основными братья дума патрон не будут так как и я не успеваю их тратить взрывоопасный объект кормовик на мушке убежал сразу внимание на укрытие замечен медик медик противника так и все подглядывают все подглядывают ну да кого вынесет меня блин я опять не успел смотреть против кого мы играем уровень и уровень их я не понимаю почему разработчики вот моих прописывают уровне на мою моего отряда почему вражеского то я не вижу какого не уровня но я к тому чтобы понимать я должен понимать против кого я играю зачем скрывать смысл какой типа о ты не должен знать кто против тебя на тип какой уровень наоборот я должен знать я должен понимать там уж брать 60-ый сидят я не видел Навряд ли там 60-е сидят. Там, наверное, плюс-минус такие же, как мы. Но все равно надо мне знать, блядь, какой у них уровень скилата. Постоим вот так, посмотрим. О, два туда, Паш. Откорим. Это авангард, его надо это. Противник обнаружен. Ага. Убегаем. Нужно, нужно. Блядь, он сюда прям бежит. Че я сделаю? Он просто обходит, короче. Это читерный тоже, этот авангард, блядь. Это пиздец. У него мало того, что дробь, ладно, хер с ней, да. У него... У него обилка, которая возвращает при использовании обилки, тебе возвращается там что-то 12% урона. То есть ты по нему хренатишь, а тебе при этом возвращается 12% урона. Еще и дробовик у него. То есть, ну, это вообще читерный, блядь, оперативник. А с видом от третьего лица, так это вообще супер читерный. Ну, с учетом того, что он может стоять просто из-за угла, стоять... Ну, стоять за углом, да, и ждать тебя. Ты же, ну... Такое себе. Такое себе развлечение. Че я могу сказать по баге? Ну, в принципе, полностью я посмотреть на него не могу, потому что наскаточка такая. Не очень, да, то есть я как бы и туда, и сюда. И не понимаю, что делать. Пойдем с нашим авангардом. И туда, и сюда. Ну, в принципе, как бы играется нормально. То есть я не чувствую, что я как-то стеснен. Ну, у него единственный минус для меня именно то, что... Внимание, противник! У него... Этот как-то... Как он называется? Урон, урон снизу. Снижим урон. Блин, мне вот поддержку, да, хильнуть. У нас поддержка все время дохнет. Вот он сейчас смотрит и меня видит. Вот он здесь кто-то, нет? Косой, блядь. Да, блядь. А ты че уби... Ой, блядь. У нас здесь авангард был. Он вот здесь вот, он прошел вот здесь авангард. Вот здесь вот авангард был. Вот здесь. И он прошел сюда. В то время, когда я хилю. Я думал, авангард-то его, блядь, там будет... Понятно. Я думал, авангард его будет там это прикрывать, да. Но он не решился прикрывать. Очень понятно. Ну, блядь. Про что можно говорить, ребята? Если люди... Я говорю, первое лицо надо вести от первого лица. Люди от третьего лица с щитами. Вот, благодаря которому можно подглядывать за укрытие, то не могут ни хрена сделать, да, нормально. И тут, да. Я, кстати говоря, 0 ликвидировал. У кого я вообще ни хрена не делал. Ну и правильно, на хер ли дело. Еще я медик. Мне можно. Вот, ладно. Вот такая вот серия получилась. Говняненькая. Да, че поделать. Ну, вот такая вот, как бы, да. Вид от третьего лица, чего вы хотите. Был бы вид, кстати говоря, от первого лица, было бы все намного-намного интереснее и лучше. Это мой личный взгляд. Да. Ладно, увидишь с тобой когда-нибудь в следующих сериях. Ну, как в следующих? Мы в следующей серии пойдем с тобой в Ворона посмотрим. Че за Ворон? Попробуем из него, из него, за него пострелять. Вот. За него побегаем немножко постреляем. Че-то там вторых бубых и так далее. Все, до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok